Всем привет, дорогие друзья! С вами Паша. И сегодня мы с вами начинаем новый цикл интересных видео. Это цикл EG Challenge. Фишка его будет в том, что вы или просто какие-то ребята из разных уголков страны, может даже из-за рубежа, будут присылать мне задачи EG, которые они где-то нашли и которые им показались либо интересными, либо, например, сложными. И, соответственно, моя задача будет решить данные примеры за определенное время. Вот вы видите у меня справа таймер. Соответственно, сегодня первый челлендж, и эту задачу мне прислал мой брат. Собственно говоря, вот он мне кинул челлендж, чтобы я решил эту задачу за 10 минут. То есть, я на этом как-то решал, у него получилось больше. Он мне говорит, чтобы я ее решил за 10. Соответственно, я ее буду решать, сейчас я ее увижу первый раз. Вот, в этом фишка. То есть, собственно говоря, у нас с вами будут одинаковые условия. И если вы справитесь быстрее, то пишите в комментариях. Будет интересно, за сколько вы решите. Вот, у меня 10 минут, это предел. Вот, может, получится решить раньше, не знаю. Соответственно, все, хватит разговаривать. Давайте приступим. Итак, поехали. Смотрим задачу. Итак, задача 19 из ЕГЭ. Это задача на, значит, олимпиадную математику. И поехали. Запускаем таймер. Можно ли привести пример пяти различных натуральных чисел, произведение которых равно 1008? И А5, Б4, три из них образуют геометрическую прогрессию. Так, ну погнали, давайте. Так, вот давайте я увидел эту задачу и смотрю. Значит, у меня есть 1008. Значит, мне надо, понятное дело, раз спрашивают, что-то там оно делится или не делится. А, что произведение которых равно 1008. Пять различных натуральных чисел. Значит, 1008 надо тогда разложить в произведение простых со множествами. То есть, мы знаем по основной теории арифметики, что любое число, любое число А, можно представить в виде произведения степени простых чисел. То есть, 2 в какой-то степени, на 3 в какой-то степени и так далее. Да, собственно говоря, 5 и т.д. 1008, на что оно делится? Значит, давайте по признаку делимости. Собственно говоря, оно явно делится на 8, да? Если у нас последние три цифры образуют число, которое делится на 8. Я знаю, например, что 1000 – это 125 умножить на 8. Значит, 108 – это 126. Значит, это 126 умножить на 2 в третьей степени. Дальше, на что еще делится 126? 126 по-любому еще делится на 2, да? Мы, собственно говоря, получим уже сколько это будет здесь? Явно 63. Так, 63 умножить на 2 в четвертый. И, значит, у нас еще 63 делится по-любому на тройку. Итого у нас получится, видимо, 21. Да, 21 на 3, на 2 в четвертый. И еще у нас 21 – это 3 на 7. Так, сейчас проверим. Да, 3GT7, 21, все окей. Значит, итого у нас будет 2 в четвертый, на 3 во второй, на 7 в первый. Вот у нас будет как-то так, да? Собственно, теперь нам говорится, что у нас в итоге в произведении, то есть, примножив 5 каких-то, кажется, различных, различных, да, натуральных чисел, мы должны получить в итоге вот такое вот разложение. Но давайте попробуем это сделать. Собственно говоря, у нас там еще фишка в том, что должны 5 из них образовывать геометрическую прогрессию. Давайте выпишем, что такое геометрическая прогрессия. Это значит, когда у нас есть числа, например, а, дальше следующее число – это а на b, дальше а на b квадрат и так далее, да? Собственно говоря, то есть, каждое следующее число получается путем умножения предыдущего на какой-то фиксированный коэффициент. Ну, в данном случае тогда, если у нас их таких 5 штук, значит, вот у нас первое, дальше второе, третье, тогда четвертое – это а на b в кубе, и пятое – это будет а на b, видимо, в четвертой. Превосходно! Значит, смотрите, итого, они должны у нас образовывать а, если перемножим 5 раз, то это будет а в пятый, и умножить на b, ух ты, надо степени все сложить. Вот у нас будет, смотрите, 4 плюс 3 – 7, 7 плюс 2 – 10, у, б в десятый. Слишком много их получилось. Так вот, в чем фишка? А теперь давайте посмотрим на то, что у нас есть. У нас есть два в четвертый, на три во второй, на семь в первый. Ну, наверняка вы сами уже догадываетесь, что у нас степени, которые получились здесь, и здесь, то есть, четвертая, вторая, первая, они вообще между собой никак не соотносятся, и таким образом невозможно у нас никак сделать, чтобы хотя бы, ну, не хотя бы, а просто какие-нибудь все пять образовывали геометрическую прогрессию. Значит, этот пункт А, он самый простой, тут как бы все в лоб, да? Теперь вопрос про 4. Про 4 как бы вопрос менее очевидный, да, потому что тут у нас что будет? А в четвертый на b в какой? b будет у нас в шестой, да, b у нас будет в шестой степени, значит, а в четвертый на b в шестой степени. Да и на самом деле, опять же, давайте вместе глянем на то, что у нас происходит. Фишка геометрической прогрессии в том, что вот этот вот самый множитель b, он не может быть равен единице. Иначе это никакая не прогрессия. То есть, прогрессия, она заключается в том, что у нас есть какой-то прогресс. То есть, у нас есть либо уменьшение, либо увеличение. Мы не знаем, кстати, b в итоге больше или меньше единицы. Но самое главное, что оно ей не равно. Итого, соответственно, у нас тоже не может такого быть. Вот с тремя все гораздо становится интереснее. Давайте посмотрим вместе, что это может у нас такое быть. Это значит, у нас будет а в какой степени? А в степени 3 на b тоже в степени 3. Вот. Теперь уже, собственно говоря, смотрите. У нас по факту есть такая вещь, как 2 в четвертый. То есть, грубо говоря, сказать, что b это двойка, в принципе, возможно. И у нас именно b не должно быть равной единице. А, то есть, это какой-то такой базовый член, с которого мы, грубо говоря, начинаем наше все это перемножение, никто не говорит, что а не может равняться единице. Итого, значит, у нас говорится, что есть 5 различных натуральных чисел. То есть, мы говорим, 3 из них образуют геометрическую прогрессию, а 2 другие не обязательно. То есть, они могут быть совершенно любыми. Давайте теперь представим, что у нас тогда а равно единице. Значит, первый член это единица. Значит, второй у нас будет а на b. То есть, а на 2. Это у нас будет двойка. И тогда у нас, собственно говоря, третий член. Это у нас будет а на b квадрат. То есть, четверка. Итого мы с вами получили раз, два, три. Три числа, которые образуют геометрическую прогрессию. Теперь давайте посмотрим, а какие цифры у нас еще остались в распоряжении. Значит, смотрите. Мы использовали 2 суммарно у нас в третьей степени. Вот у нас здесь набирается 2 в третьей. И по факту все. Больше мы никакие числа. Ну, то есть, у нас единица лежала в основе. Вот мы ее использовали так, по умолчанию. Итого у нас осталась двойка. У нас осталось 3 во второй. И у нас осталось 7 в первой. Но что сказать? Очевидным образом, что тут из этого можно состряпать как-то два числа, которые будут отличаться от тех, которые у нас уже есть. Например, я могу сделать 2 на 3 и 3 на 7. Итого у меня будет шестерка и будет 21. Значит, у нас получится 1, 2, 4. Потом идет 6. И потом идет 21. И смотрим, все ли у нас в итоге степени еще использованы. У нас в итоге тут получается 8. Значит, отсюда у нас еще выходит двойка. Это уже 16. То есть, 2 в четвертый. Здесь две тройки. И семерка. Смотрите. Давайте теперь проверим, удовлетворяет ли это нашим условиям. Можно ли привести пример пяти различных натуральных чисел? Единица – это, очевидно, натуральное число. Да, первое. И дальше у нас все остальные, тем более, натуральные числа. Разрешение которых равно 1008. И из них образует геометрическую прогрессию. Итого, на ответ В мы можем привести четкий пример. При этом, сами понимаете, что этот случай не единственный. Здесь я мог взять не только 2, 3, 3, 7 пары. А я, например, мог взять пара 2, 7 и пара 3, 3. Итого бы у меня тут получилось не 6 и 21, а у меня получилось 1, 2, 4. Или 9, 14. Например, мог бы быть еще такой вариант. То есть, версии есть, и пункт В, он даже неоднозначный. Но главное то, что предыдущие два пункта, они недопустимы в силу того, что у нас В должен быть в итоге не единичным членом. И максимальная степень, которая у нас присутствует, это четвертая. А в случае пункта А нам нужно В в десятый. В смысле, в случае пункта А нам нужно В в десятый. А в случае пункта В нам нужно В в шестой. Вот такая вот получается засада. То есть, мы формулируем таким образом противоречие. Ну что, будем считать, что мы доказали пункты А и В в силу противоречивости, да, потому что у нас есть основная теорема арифметики, и мы сделали разглажение по степеням. А пункт В мы прям привели четкий пример. Вот. И, собственно говоря, даже можем несколько вариантов привести. Таким образом, задача решена. Остановленный таймер. Ну, и так, учитывая весь мой базар, который я тут развел, у нас еще 38 секунд осталось. То есть, на самом деле, по факту, если убрать всякие объяснения, то можно даже еще и меньше, чем в 9 минут ложиться. Но, самое главное, челлендж выполнен. Мы это выполнили меньше, чем за 10 минут. Еще и время осталось. Так что, ура-ура. Друзья, надеюсь, вам понравился такой формат видео. Пишите в комментариях, что бы вы хотели еще видеть, какого рода задачи. Самое главное, присылайте их. В описании будет, собственно говоря, контакты, куда можно будет все это прислать. Вот я сейчас так сам думаю, что, может, экран немного маленький, где я все это пишу. Тоже пишите, если вам, например, это как-то не сильно удобно. Но, в целом, как-то в таком формате я это все планирую продолжать и хочу постараться выпускать видео как можно чаще. Потому что заранее подготовленные разборы задачи – это интересно, но когда сходу ты видишь, как мысль движется, как она развивается, это всегда гораздо нагляднее. Ну что, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. До следующего выпуска. Продолжение следует...